Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На избирательные участки приходили коллективами и семьями. Свой выбор активно делали и старшие поколения, и молодежь. Среди голосующих были и участники специальной военной операции «Мужественные земляки, защищающие будущее и национальные интересы России». Традиционно, дни выборов объединили жители многонациональной Карачаево-Черкесии в желании не просто выполнить свой гражданский долг, но и показать подрастающему поколению, как важны выборы и участие в них, отметил глава республики. В едином дне голосования принял участие и глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Он проголосовал за кандидатов в Народное собрание на избирательном участке номер 30 Черкесии. Я традиционно голосую за будущее развития, за те цели и задачи, которые ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это реализация приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных проектов, поддержка детства, материнства, поддержка наших ребят, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, развитие экономики и социальной сферы. Уверен, новый состав парламента нашей республики и впредь будет принимать те важные законопроекты, которые позволят развиваться республике и стране в целом, сказал Рашид Тимрезов. Председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов также проголосовал на выборах. Спикер парламента отметил важность проходящих выборов, так как новому созыву законодательного органа предстоит во взаимодействии с исполнительной властью республики продолжать работу по реализации указов президента России, национальных проектов, которые направлены на повышение социально-экономического развития страны в целом и в Карачаево-Черкесии в частности. Мэр Черкесии Алексей Баскаев проголосовал на своем избирательном участке номер 30. Карачаева-Черкесия – это моя малая родина и, конечно, для меня, для моих близких, судьба родной республики, ее благополучие, развитие, процветание имеет огромное значение. Уверен, что нас очень много. Тех, кто всем сердцем любит место, где он родился, рос, трудится, воспитывает детей. Жители, придя на 53 избирательных участка Черкеска, продемонстрировали свою активность. Неравнодушие к судьбе родной республики отметил градоначальник. Сегодня республиканский избирком подвел итоги, завершающие он накануне единого периода голосования. Представители, участвовавших в выборах политических партий и члены избирательной комиссии, утвердили окончательные данные подсчета бюллетеней. Приведенная статистика свидетельствует о том, что в Карачево-Черкесии проголосовали более 203 тысяч человек. Как отметила председатель республиканского избиркома Лариса Абазалиева, за все три дня не было ни одной жалобы ни в одну из комиссий. Для меня и всей нашей избирательной системы, безусловно, очень отрадно, что была дана высокая оценка как организации выборов, так и профессионализму наших участковых комиссий. В парламенте Карачаево-Черкесской республики, как вы знаете, 50 мандатов. И мандаты в данном случае распределились следующим образом. 34 мандата получила Единая Россия, набрав 65,14% голосов. Коммунистическая партия Российской Федерации набрала 12,74 и получила, соответственно, 6 мандатов. Справедливая Россия, патриоты за правду набрала 11,8% голосов и, соответственно, 6 мандатов. И ЛДПР 2 мандата, они перешли 5-процентный барьер, набрали 5,11% голосов. Гражданская платформа 2 мандата и 5,05% голосов. В дни голосования 6, 7 и 8 сентября в Карачаево-Черкесии ни на одном участке не зафиксировано ни одного нарушения. Подвели итоги прошедших выборов сегодня и в ситуационном центре при Общественной Палате Республики. На избирательных участках Карачаево-Черкесии работали 555 наблюдателей, представители различных политических партий. Председатель Общественной Палаты Республики Елена Лешова поблагодарила всех за проведенную слаженную работу. Свою оценку выборной кампании высказал и федеральный электоральный эксперт Общероссийской общественной организации «Юристы за права человека» Руслан Череченко. Он отметил, что Карачаево-Черкесия показала высокую явку, при этом выборы прошли честно и прозрачно. Особо эксперту импонировала преемственность поколений, то, что люди приходили на участки с семьями. С 6 по 8 сентября мы все вместе проявили свою гражданскую позицию и приняли участие в выборах, потому что все присутствующие, я знаю, голосовали, и у нас даже в онлайн-режиме происходили, до выхода на избирательные участки у нас действовал проект Общественная Палата, и общественный штаб голосует. Граждане республики голосовали в течение трех дней, это дало каждому дополнительные возможности обдумать свой выбор и принять взвешенное решение. У нас хорошие результаты по активности избирателей. Это означает одно – люди уверены, что придя на избирательные участки, они голосовали за свое будущее, будущее своих детей, за великую и сильную Карачаево-Черкесию. Как уже было сказано, что не было никаких нарушений, не было никаких жалоб, никаких предложений, ничего. То есть все шло своим чередом. Ну и как, в общем-то, понятно, что выборы – это такая лакмусовая бумажка, которая говорит о, во-первых, насколько общество здорово, и второе – это насколько общество готово идти в ногу с руководством нашей страны. И вот как раз очень показательно это для сегодняшних выборов. То есть мы видим, что общество Карачаево-Черкесии – это прекрасный край, что оно здорово очень-очень-очень. Надо отметить, что выборы прошли на очень высоком и организационном уровне, и со стороны наших жителей, наших граждан. Тоже они подкрепили это своим участием, высокой явкой, ответственным подходом. Все отмечают, и наши коллеги, которые вместе с нами в мониторинговой группе принимали участие, на высокий уровень организационный, но и подчеркивают доброжелательность, которой сопровождались эти выборы. В каждом районе, который мы посетили, люди шли голосовать, зная своих кандидатов, понимая те наказы, которые они формулировали для них. И важно, что была именно в этой электоральной кампании учтена вся палитра мнений, и политических, и отчаяний наших жителей, как села, так и городов. И в этом плане, мне кажется, тоже важна такая политическая зрелость наших партий, которые, формируя свои списки, учитывали представленность всех районов, районах, городов и, скажем так, социальных групп наших жителей, для того, чтобы их интересы были учтены, вопросы и переживания, которые возникают здесь, вопросы, с которыми сталкиваются граждане, были донесены, и уже в нашем законодательном органе были реализованы. Голосовать колоритно и ярко уже стала добрая традиция в Лачкулане. Избирательный участок номер 131 продемонстрировал настоящее кавказское гостеприимство для старейши наула. О праздничной атмосфере и ходе голосования расскажет Майя Хамдохова. В красочном уголке Карачаева-Черкесии, где вершина таинственных гор сливается с воздушными облаками, избирательный участок номер 131 организовал настоящий праздник для жителей живописного Учкулана, которые пришли реализовать свое конституционное право. Нарастающий коллективный дух сплоченности стал основой для граждан. Утро второго дня голосования. Стены избирательного участка были украшены плакатами. Разговоры о будущем аула создавали особую атмосферу. Кто-то предложил изменения в образовании, другие делились мыслями о поддержке местного бизнеса. Улыбки жителей отражали атмосферу единства и надежды на лучшее будущее. Среди присутствующих были особые гости – старейшины Учкулана. Под звуки национальной гармонии традиционным айраном в Бурке и в Папахе они пришли на выборы. Для нас выборы вообще, для села – это праздник. Это благо нашего народа, который здесь живет. Мы должны выбирать достойных, который мог исправиться своими обязанностями, обрадовать нас, беспокаиваться, заботиться о благополучии. Естественно, не только села, не только района, но и для всей России. Участники избирательного процесса, вдохновленные духом демократии, делились своими впечатлениями. Каждый чувствовал свою важность, ведь их голос может решить дальнейшую судьбу жителей аула и в перспективе самого Учкулана. Несмотря на легкое волнение, люди уверенно подходили к кабинкам для голосования. Выразить свою гражданскую позицию пришли и стар, и млад. По словам председателя комиссии, никто из жителей аула не остался равнодушным. Голосующие приходят коллективами, приходят семьями, ну, как обычно. А вот вы сами уже проголосовали? Я была одной из первоголосующих, как председатель участка, голосовала первая. В силу того, что выборы, это тоже является таким значимым мероприятием для горных селений. И вот на выборы тоже, как в праздничной атмосфере, что ребята, что вот старшее поколение идут тем самым показывая пример. И старшему поколению еще отрадно то, что, несмотря на свой возраст, они принимают, продолжают принимать активное участие в общественной, политической жизни нашей страны. И что является и примером для подрастающего поколения. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевский район. Самое высокогорное выездное голосование было на высоте 1750 метров. Там отдали свои голоса за благополучное будущее своего региона и родного Карачаевского района 30 человек из бригады косарей. Представители избирательного участка номер 140 поднялись на высоту вблизи аула Верхняя Мора, чтобы жители, которые находятся на Синокосе, могли проголосовать. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сейчас активно идет сезон Синокоса в ауле Верхняя Мора. И чтобы не отрываться от работы, бригада косарей решила воспользоваться правом проголосовать вне помещения. Для этого избирательная комиссия 140 избирательного участка поднялась на высоту 1750 метров, чтобы они исполнили свой гражданский долг. Тем временем крепкие ребята дружно косят траву, иногда останавливаясь для отдыха. Приятно видеть, что каждый из жителей высокогорного населенного пункта принимает активное участие в выборах, отмечают представители избирательного участка. Мы сегодня выехали на выездное голосование, голосование вне помещения. На основании заявлений устных поступило более 30 заявлений, обращений. Все избиратели проголосовали. Участие в выборах – обязанность каждого. И несмотря на то, что мы сейчас находимся на высокогорье, мы решили воспользоваться услугой выездного голосования, отмечают косари. Сейчас сезон стенокоса. Нам очень приятно, что члены комиссии пришли к нам, чтобы мы отдали свой гражданский долг. Нам не безразлично будущее нашей страны, нашей республики. Нам очень приятно. Мы за мир во всем мире. И пусть победы достойны. Сохранение четкой гражданской позиции и только единство – залог крепкого государства подчеркнули участники самого высокогорного голосования. На каких-то участках для голосования были организованы небольшие концертные программы. На других жителей населенных пунктов радовали творческими работами умельцев. Третьи постарались удивить национальным колоритом. Так старейшины села Дружба пришли на выборы в национальных костюмах. За процедурой голосования в ряде населенных пунктов наблюдал Артур Мхце. Я голосовала с 18-ти лет. 93-летняя жительница села Дружба Баблина Лепшокова вспоминает о своем первом участии в выборах. За кого голосовала, уже и не скажет. Но было это 75 лет назад. Вот и теперь одна из самых известных бабушек Карачао-Черкесии радушно встретила гостей из участковой избирательной комиссии и реализовала конституционное право. Дай Бог здоровья, Аллах, чтобы долгие годы голосовала, еще больше 100 лет. Да, достанем, но достанем. В числе тех, кто решил посетить выборы в первый день единого периода голосования, старейшины села. Сразу после пятничного намаза они пришли на избирательный участок в национальных костюмах, чем внесли в обыденный ритм выборов праздничную изюминку. Я очень много лет хожу тут на выборы. А сейчас тем более у страны такой момент, где нужно обязательно нам всем проголосовать и сделать свой выбор. Я думаю, наш выбор будет достоин, и кандидаты себя поведут так же. На 191-й избирательный участок имеет возможность прийти около полутора тысяч человек, и немалая их часть проголосовали в первые же часы. По словам представителя территориальной избирательной комиссии, выборы проходят в штатном режиме. Несколько избирателей изъявили желание проголосовать на дому. Заранее определенный состав выездной группы после 14 часов отправился по адресам. Остальные продолжили выполнение своих обязанностей на участке в сельском доме культуры. У нас сегодня в 8 часов стартовали выборы депутатов на собрание корчево-часовской республики 7-го Сазова. И вот с 8 часов мы работаем. У нас по плану на выезд после 14.00 мы выезжаем на голосование на дому. После 14.00. И вот у нас 12 заявлений на данное время. На данный момент 12 заявлений. Празднично проходят выборы и в ауле без линей. Жители с большим удовольствием шли на участок для голосования, чтобы не только реализовать свое право, но и насладиться приятными на слух национальными композициями. Я пришла на выборы, потому что мне не все равно, что происходит в стране. Хочется, чтобы наша страна процветала, чтобы все было хорошо, чтобы был мир во всем мире. Ну и чтобы у наших детей, у нашего будущего было все хорошо. Это наша прямая обязанность. Наш дружный коллектив состоит из 36 человек. Детский сад без линей, аула без линей. И мы считаем, что это очень ответственно. И мы должны проголосовать в будущей нашей стране. Выборы единого периода голосования пока преодолели лишь первую треть пути. И в ближайшие пару дней жители Карачаево-Черкесии на избирательных участках ожидают немало интересных событий. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашуда Тимрезова, Карачаевский городской округ отправил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Так бойцам были направлены генераторы, лопатки, кирки, одежда и другие необходимые вещи. С каждой малой помощью мы приближаем победу и создаем прочный фундамент для будущего нашей страны. Мы гордимся нашими бойцами и ожидаем их возвращения домой с победой. Каждый может внести свой вклад в эту важную миссию, поддерживая нашу армию и проявляя патриотизм в каждом поступке. Вместе мы сильнее, и наше единство – это залог успеха, говорят все как один жители Карачаевска. Далее в нашей программе интервью с педагогом, чей профессиональный стаж составляет более 40 лет. Рита Кипкеева, ветеран труда, имеет множество почетных званий. А недавно Рите Асхатовне было присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». С учителем с большой буквы встретилась наш корреспондент Белла Джизаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова